Теремок ТВ Доктор Машинкова Смотри, это Скрипыш на жёлтом каприолете. Он спешит в аэропорт, ведь сегодня должна вернуться из отпуска доктор Машинкова. И он хочет успеть её встретить. О, а вот и свободное место. Скрипыш решил припарковаться здесь, чтобы ждать Машинкова. Ой-ой-ой, он не заметил машину, стоявшую сзади, и врезался. Что же теперь делать? К счастью, долго ждать доктора Машинкова не пришлось. Она уже шла к грустному роботу. Расспросила Машинкова Скрипыша, почему он такой расстроенный, что с ним произошло. Всё внимательно осмотрела и сказала, что удар был не сильным, и Машинки не пострадали. Так что не нужно переживать. Поедем домой, там что-нибудь придумаем. Я поведу, сказала Машинкова и прыгнула за руль. Машинкова была счастлива снова увидеть своего друга Скрипыша и знакомые места, поля, горы и леса. А вот на горизонте появился её гараж, где она живёт и работает. Приехали! Робот Скрипыш не очень хорошо умеет парковать автомобиль, но Машинкова знает, как ему помочь. Она решила установить на машину специальное устройство, которое сделает парковку безопаснее. Это устройство называется парктроник. Эта маленькая деталька излучает звук, который человек услышать не может. Зато этот звук может отражаться от рядом стоящих предметов и возвращаться обратно. Давай установим его. Самым удачным местом для установки парктроников является бампер. Для этого Машинка просверлит нам нужные отверстия. Готово! Теперь можно приступать к установке. Чем больше датчиков будет установлено, тем более точно оно будет работать. Поэтому мы поставим 4 датчика на передний бампер и 4 на задний. Теперь все датчики нужно соединить проводами и подключить к главному компьютеру, который будет обрабатывать сигналы и предупреждать о приближении препятствия. Смотри, как работают парктроники, когда на пути появляется оранжевый конус. Чем ближе машина подъезжает к конусу, чем чаще звучит сигнал, предупреждающий водителя об опасности. Вот так работают парктроники. И Машинка вы рада, что у нее все получилось. Ой, скрипыш, это же не шапка, это конус для ограждения. Давай его сюда и иди в машину. Будем пробовать парковаться. И вот скрипыш снова за рулем желтого кабриолета. И он очень волнуется. Машинка бы поставила несколько конусов, чтобы скрипыш мог между ними припарковаться, используя парктроники. Посмотрим, как у него это выйдет. Идеальная параллельная парковка. Теперь скрипыш сможет припарковаться в любом месте. Машинка бы довольна проделанной работой, ведь она помогла своему другу скрипышу. Ну а мы на сегодня прощаемся с вами. Доктор Машинкова. Доктор Машинков сидела у иллюминатора и смотрела на проплывающие рядом облака. Она летела в Лондон. На горизонте появилась взлетно-посадочная полоса. Самолет выпустил шасси и приготовился к посадке. Есть посадка. Мы в Лондоне. Это здание – аэропорт. В нем пассажиры ждут свои самолеты. О, а вот и Машинкова за багажом идет. Ей очень понравилось летать на самолете. А теперь она отправляется на экскурсию по Лондону. Для этого ей надо найти туристический автобус. И смотрев налево и убедившись, что машин нет, она смело пошла через дорогу. Ой-ой-ой, осторожно! Откуда появился этот автомобиль? Удивилась Машинкова. Дело в том, что в большинстве стран мира машинки ездят по правой стороне дороги. Вот как здесь. Но в Англии и еще в некоторых странах все совершенно по-другому. Там машинки ездят по левой стороне. Вот так. Поэтому, переходя дорогу в Англии, нужно смотреть сначала направо, а потом налево. Кстати, машинки в этих странах тоже отличаются. Например, руль в таких машинках находится справа, там, где обычно сидит пассажир. Панель приборов тоже располагается справа. И педали. Вот такие странные машинки ездят в странах с левосторонним движением. Теперь Машинкова знала, как нужно переходить дорогу в Англии. И смело отправилась на остановку. А там уже стоял красный двухэтажный автобус. Ой, не дождавшись Машинкова, он уехал. Не расстраивайся, Машинкова. Следом обязательно придет другой. И действительно, другой туристический автобус, подъехавший к остановке, был даже лучше первого. Ведь крыши на втором этаже не было, а Машинкова так любит прокатиться с открытым верхом, чтобы ветер развивал ее волосы. Она отправилась сразу на второй этаж и выбрала самое удобное место, откуда будет наилучший обзор. Автобус отправился по маршруту, показывая самые интересные достопримечательности города. А Машинкова наслаждалась отличными видами. Мы недолго прощаемся с вами, а Машинкова продолжит изучать этот дивный город Лондон. Пока-пока! Однажды утром доктор Машинкова проснулась и решила, а почему бы ей не отправиться в отпуск? Целый год она работала, помогая Машинкам, и заслужила небольшой отдых. Решено! Едем в Лондон, но сначала надо собрать в дорогу нужные вещи. В этом шкафу доктор Машинкова хранит всю свою одежду. Давай посмотрим, что у нее есть. О, да тут полный шкаф одежды, которая пригодится Машинковой в путешествии. Куда же нам ее сложить? Ну, конечно же, чемодан замечательно подойдет для этого. Давай начнем! Вот синий рабочий комбинезон. Положим его в чемодан, на случай, если первый испачкается. А это голубое праздничное платье может пригодиться, если Машинкова решит пойти в гости. Если похолодает, можно будет надеть эту синюю жилетку. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Давай возьмем шар, чтобы не надуло шею. И теплую шапку, на всякий случай. А также запасную кепку. Ну вот, чемодан уже полностью заполнен. А мы еще даже не брали обувь. Что же делать? Ну, конечно, рюкзак. Положим обувь в него. Какую же обувь взять Машинковой с собой? Я думаю, могут пригодиться запасные ботиночки. А также кроссовки для бега и активного отдыха. А если пойдет дождь, то понадобятся резиновые сапоги. Ролики тоже не помешают в отпуске. А в таких тапочках можно ходить на пляже и в бассейне. Праздничному платью подойдут эти красивые туфли. Ну вот, все вещи собраны. Пора вызывать такси и ехать в аэропорт. Это можно сделать с помощью мобильного телефона. Смотри, как просто найти ближайшее такси и вызвать его. Запускаем для этого специальное приложение. Смотри, на карте показаны свободные такси, которые готовы приехать к Машинковой за несколько минут. Вот эта машинка уже спешит к нам и скоро будет здесь. А тем временем желтое такси уже ехало к доктору Машинковой. Оно так торопилось на вызов, что не заметило знак «Обгон запрещен», который говорит о том, что обгонять здесь очень опасно. Ай-яй-яй, машинка, нельзя этого делать! Полицейская машина, заметив нарушителя, сразу отправилась в погоню. Включив сирену, она быстро догнала и остановила желтое такси. Знак «Обгон запрещен» очень важный, и нарушая его, можно попасть в аварию, рассказала полицейская машина. Больше не нарушай! Такси обещала, что впредь будет внимательнее и отправилась дальше. А в гараже ее уже ждала доктор Машинкова. Увидев, что такси приехало, она поспешила к выходу, захватив с собой рюкзак и чемодан. У гаража ее провожал ее друг, робот-скрипыш, который пообещал следить за гаражом и помогать всем, кто приедет. Ну а Машинкова отправилась в аэропорт, и что будет дальше, вы узнаете в следующий раз. Пока! Пока! Пока!